Привет, это Репорн! Давненько мы с вами не смотрели Неркина, у него перед Новым Годом прям вышел видос, насколько я понимаю это прям такое, можно сказать, подведение итогов всего Майнкрафта открытия, потому что на протяжении нескольких месяцев у него выходили ролики по открытию, так сказать, и что-то я как-то боялся к ним приступать их смотреть, потому что слишком их было много, слишком было, наверное, сложно для меня, потому что с Майнкрафтом я очень плохо знаком. А вот здесь под конец года он сделал, так сказать, итоги, насколько я понимаю, потому что видос называется Майнкрафт в 21-м году, хронология событий, и я решил, а почему бы не глянуть этот ролик вместе с вами, потому что все-таки немножко я начинаю погружаться в Майнкрафт, иногда мы в него играем на стримчиках, обязательно приходите, может быть скоро начну на серваках играть и вместе поиграем, вот, ну а теперь давайте глянем ролик Неркина, думаю будет что-то интересненькое, погнали! Мне даже не верится, но да, наконец-то этот день наступил, сегодня 31 декабря 2021 года. А почему не верится? Мне кажется, наоборот, это прямо, ну так, очень естественно, потому что оно бывает каждый год, во-первых, во-вторых, слишком быстро время пролетело, если честно. Что же это значит? Да, сегодня Новый год, Дедушка Мороз принесет подарки и, естественно, то, ради чего вы ждете целый год, это завершающее видео, а если быть точным, итоги года в Майнкрафте, эдакая хронология событий. Все-таки, да, все-таки это итоги года и, как бы, такой ролик, компоновка всех видосов Неркина, поэтому, эд, классно, хорошо, что я именно его смотрю. Это наша традиция, ведь каждый год 31 декабря выходит подобный ролик, так что советую досмотреть его до конца и можете посмотреть даже предыдущие ролики. Давайте в последний раз в этом году я скажу привет, меня зовут Неркин и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперед, за истиной. Год начался с довольствия... Блин, это же то самое, тот самый звук. ...печальных событий. Можжанг объявил об официальном закрытии игры Майнкрафт Эрс. Если честно, то... Если честно, я даже про эту игру ничего никогда не слышал. Все к этому шло. Игра не оправдала надежд ни разработчиков, ни самих же игроков. А, это что, я так понимаю, дополненная реальность, что ли? Нет, не подумайте, игра прикольная, в нее можно позалипать, но если сравнить ее с прямым конкурентом Покемон Го, она реально прыгала по контенту. Ходить собирать блоки мобов интересно, но что дальше? Можно, конечно, открывать специальную платформу и что-то строить, но будем смотреть правде в глаза, это неудобно и неинтересно. Намного интересней просто ходить собирать новых и необычных мобов. У игры также не было рекламной кампании, по крайней мере в странах СНГ реклам не было. Игра сама по себе вышла тогда, когда всем нужно сидеть дома и не выходить на улицу. А это тем более, мне кажется, убило ее в первую очередь. А без этого в игру даже не поиграешь, так что это решение, как по мне, было правильным. На самом деле я за такие игры, за игры с дополненной реальностью, но идти играть в них, смотря в телефон, мне кажется, прям очень неудобным, если честно. Вот сейчас начинают, наконец-таки, нормально делать очки всякие, Google Glass, насколько я знаю, второй, что ли, вышел. Какие-то еще там очки с дополненной реальностью будут выходить. И в ближайшем будущем, мне кажется, эти очки будут выходить гораздо чаще, они будут более популярны и более доступны для широкой массы. И вот в тот момент, мне кажется, уже можно делать игры с дополненной реальностью. И не только игры, а всякие приложения. Будет вообще просто мега удобно, как мне кажется. И думаю, за такими игрульками явно будет будущее. Но может быть не прям все, все игровое поле они займут, но какую-то часть точно себе они отнимут. Сразу же после всех новогодних праздников, разработчики вернулись и приступили к разработке над обновлением 1.17. И начали активно пускать новые снэпшоты, потихоньку добавляя новый контент. Нежданно-негаданно, ребята из Minecraft at Home обнаружили сид из того самого снимка с Херобрином. Каждый, кто гуглил или смотрел видеоролики в интернете, видел этот скрин, на котором якобы был впервые запечатлен Херобрин. Понятное дело, специально для того, чтобы сделать снимок, они не искали особый сид, просто нашли красивый пейзаж и ничего больше. Спустя столько лет, а если быть точным, то 11 лет, смогли найти мир и поискать его там. Но у Херобрина, понятное дело, там не было. К счастью, Minecraft Dungeons добился своей популярности, поэтому его продолжают обновлять. Для него вышло новое... Я вот думаю, Minecraft Dungeons может поиграть. Я так понимаю, это что-то... Блин, вот честно, не знаю, это линейная игра какая-то или типа такая ОММО? Я так понимаю, это что-то типа Диаблоида, да? Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, скажите, как она интересна или нет. Может быть, как-нибудь даже прикуплю ее себе. Это DLC под названием Огненезера. Само DLC было очень неоднозначным, ведь все механики джау-версии были нарушены. Пиглины сражались бок о бок с кельтами и с сушителями. Хоглины могли заходить и бродить по искаженному лесу. В общем, таких несостыковок было много. Мне удалось узнать у разработчиков, почему так произошло. На что мне дали четкий и краткий ответ. Блин, да, интересно выглядит. На них влияют осколки сферы господства. Так что официально это канон игры. Вместе с этим количество игроков Minecraft Dungeons достигло 10 миллионов. Ого, нифига себе. Это 10 миллионов, я так понимаю, людей купило. А интересно, сколько в онлайн играло в самое максимальное. Для этого вместе с DLC Огненезера были добавлены плащ, новый питомец и новые предметы. О, питомцы. Значит, все-таки это какая-то ММОха, скорее всего, да? Типа. Типа. Типа сказать о том, что джеб немного ушел в отставку. И его пост геймдерингом заняла Агнес Ларсон. Нет, она не вытеснила джеба из поста. Его никто не уволил. Это был длинный путь подготовки всего сообщества, а также самой студии. Джеб все еще следит за Агнеса и является ее руководителем. Сам джеб этого захотел и назначил именно Агнес на этот пост. Он даже выпустил особую книгу руководства. Как же правильно создавать новое обновление? Для нее, что ли, специально? Исследовать ванильному пути развития игры. К сожалению, нам она не доступна. Какого? Правильно создавать новое обновление. Исследовать ванильному пути развития... Ванильному? Игры. К сожалению, нам она недоступна и будет являться неким священным писанием, доступ к которому будет только у геймдиректоров. Джеб уже немного старый, и у него растет сын, которому он... Немного старый, выглядит он как-то молодо, на самом деле. ...хочет посвящать все свое свободное время. Ну, это похвально. Если вы любите читать, и, возможно, читали все предыдущие официальные новеллы по Майнкрафту, а в частности, самую первую книгу под названием «Остров», то вышло ее продолжение, тоже от Макса Брукса, под названием «Майнкрафт. Гора». Макс Брукс. Где я слышал это имя, или мне просто кажется? Что-то как будто известно какое-то имя. А, World War Z. Серьезно, это он, разве? Нет, где-то я его еще ослушал. Скажут о приключениях главного героя из первой книги, который покинул остров и отправился на поиски чего-то нового. По ваше случая, он загнал себя в гору, но в один момент к нему на помощь кто-то пришел. Дальше вы должны узнать все сами. Книга доступна только на английском языке. Я понимаю, что, возможно, это не столь важная новость, но те же самые ребята, которые обнаружили Сид, нашли еще нечто необычное, а именно самый высокий кактус в Майнкрафте. Его длина достигает 23 блока, и найти его можно на версии Майнкрафт 1.14, используя найденный Сид. Пока что это рекорд. До этого рекордом был 22 блока, но я... А, фига он такой огромный? ...вам больше скажу. Учитывая особенности алгоритма генерации кактусов в игре, есть... Урон получает. Очень маленькая вероятность, что в игре будет сгенерирован кактус высотой 49 блоков, так что ждем новый рекорд. А, фига себе. Пойнк сдох. ...вына филса довольно странно. Все вы знаете, что зачастую разработчики упускают какие-то шуточные обновления, снайпшоты или отдельные версии игры. В этом же году они пошли по довольно странной дороге и выпустили скринсейверы. Я понимаю, что для многих это слово звучит впервые. Кто ими пользуется вообще сейчас? И вообще есть они или нет, я не знаю, если честно. На новой винде, на семерке, я, по-моему, их запускал, если я не ошибаюсь. Вот у меня уже давно десятка, и типа... Я про них забыл уже. Скринсейверы это такие живые обои, которые включаются на экране, когда он бездействует. Они когда-то были очень популярными, и сейчас же только малая часть ими пользуется. Сами скринсейверы... Ну, только, наверное, старпёры какие-нибудь. ...град Майнкрафта получились вполне прикольными, интересными и в основном пародировали скринсейверы из далёкого прошлого. Многие игроки расстроились, ибо ожидали чего-то большего, чем скринсейверы. Новость, конечно, напрямую не касается Майнкрафта, но в этом году такому моду, как Optifine, исполнилось целых 10 лет. Но всё-таки касается Майнкрафта, не официального, конечно, на любом случае. На протяжении этого периода, он радует нас тем, чем, по сути, должен радовать официальный Майнкрафт, производительностью. В честь этого события, разработчики на короткое время решили заменить оригинальный плащ, убрать из него аббревиатуру OFF, и добавить цифру 10. Апрель, конечно, приятный месяц, ведь начинает теплеть, но для сообщества Майнкрафта он был довольно неприятным. Ведь разработчики Майнкрафта объявили о том, что 1.17 будет разделено на два отдельных обновления. Оно выйдет летом, а второй выйдет в конце года. Первый, в себе будет сочетать изменения, которые не связаны с генерацией, то есть блоки, механики игры, а второй как раз-таки ту самую генерацию. Такое решение было принято в связи с тем, что разработчики сидят дома, и не могут нормально работать. Много людей болели, в общем... Почему не могут работать? Не понял. У них дома компьютеров нет? У них дома нету скайпа? Почему они не могут работать? Мне кажется, разработчики игр как раз-таки могут работать в любом месте, или нет? Поправьте меня, пожалуйста, я, может быть, ошибаюсь. Разработчики не справились. Я рад такому решению, ведь время показалось, что это было верным решением, и выиграли обе стороны. Затем была небольшая победа игроков из СНК, ведь в Майнкрафт был добавлен дореволюционный русский язык. Он, за каждому, в разделе выбора языков А нафига он нужен? Если вы думаете, что это... Типа, чисто поржать? Странно, то нет. В игре очень много подобных языков. Например, пиратский язык, няшный язык. Не, я... А зачем? А пиратский этот, как это там? Ой-ой-ой, бутылку ровую, или как? Язык эльфов из Лусилина колец, и другие. О, это интересно, но читать я его, естественно, не смогу. Так что это прикольно. Отдельная благодарность за это игре Фромгейту. Позже разработчики анонсировали новое дополнение для Майнкрафт Данженс под названием Скрытые Глубины. Честно вам скажу, одно из самых интересных и действительно красивых DLC. Ну, выглядит, да, неплохо. Ведь все происходило на дне морском. Были добавлены новые... Как они только там же дышат, непонятно. ...механики в игру, а также мобы, предметы и многое другое. Каждый год разработчики устраивают Майнкрафт Крейтер Саммит. Это такое мероприятие, на котором собирают ютуберов-майнкрафтеров со всего мира, и рассказывают им про будущие игры. Дерясь, что-то из русских там был. И при этом подписывают документ о неразглашении и ничего не могут рассказать своим зрителям до момента, пока сами разработчики не расскажут о этом. В этом же году впервые пригласили русскоговорящих ютуберов, в том числе меня. Я был там и слушал все, что мне рассказывали разработчики. Это интересно, на самом деле. Я же встретился с Агнес и Джебом. Единственная загвоздка все это было в режиме онлайн-конференции. Аааа, скука. Ну, блин, гребаный ковид, а. По понятным всем причинам никого не собирали в Стокгольме. Но если разработчики пригласят меня и в следующем году и это будет оффлайн-мероприятие, обещаю заснять для вас видео. Прямо перед выходом первого... Это что, ты будешь нарушать, значит, контракт о неразглашении? Ну, или просто покажешь, тогда интересненько будет на самом деле на это посмотреть, я бы глянул с удовольствием. По часть обновления вышла еще одна книга, которая носит название «Майнкрафт-дракон» от Ники Дрейден. В книге повествует о некой Зетте, которая пытается научиться варить зелье, но у нее ничего не получается. Она отправляется за помощью к своей тете, которая живет за городом, но она находит загадочное яйцо, из которого вылупляется дракон. А дальше вы узнаете сами. Книга доступна только на английском языке. Как и заявляли разработчики, первая часть обновления пещеры «Скалы» вышла в срок, и каждый смог ощутить ее на себе. Точнее как, из визуальной стороны ничего толком не поменялось. Все как было, так и осталось. Новые блоки нужно было искать по затынувшим кораблям, покупать у жителей. Были, конечно, небольшие вкрапления в пещерах, но не столь существенные. Наконец-то стартовала миграция всех учетных записей Mojang. Напомню, что в прошлом году, осенью, нам объявили о том, что все учетные записи Mojang перейдут на учетные записи Microsoft. Для игроков ничего не изменится, разве что только безопасное станет в разы выше. За такие неудобства разработчики награждали каждого игрока заветным плащиком. Такое просадило впервые, но только для Java-игроков. Блин, почему тогда я раньше не начал играть, мне бы дали плащик. Не знаю, что это такое, но прикольно, плащик же. Ведь для б... Не знаю, что такое, не знаю, для чего он в этой игре имеет в виду. А вдруг плащи уже выдавались? Ходили слухи о том, что плащи будут уникальными, и зависит от возраста вашей учетной записи, но это только слухи. После того, как первая часть пещерного обновления стала доступной для каждого разработчика, сразу же приступили к разработке второй. При этом начали выпускать тестовые снэпшоты. То есть они были практически как обычные, только их нужно было скачать вручную. Они не были доступны в официальном лаунчере. Всего их вышло 7 штук. Minecraft-земля официально прекратила свое существование. Игра закрылась, и каждый игрок, заходя в игру, видел официальное письмо о закрытии. Но сразу скажу, моджинг поступили по совести. Все, кто приобретал в игре рубины, в качестве компенсации получили майнкоины для маркетплейса Minecraft. Более того, если кто-то совершил какие-то покупки в Minecraft Earth, то они получили копию Minecraft Bedrock. Бесплатно. Отличный... Неплохо, на самом деле. Но правда, если ты потратил там гораздо больше денег, чем стоит Bedrock, то... Ну вот такое себе! Разработчиков мне понравилось. Только вот я затупил и активировал код для Bedrock на той же учетной записи, на которой у меня уже был Minecraft. Да, такое тоже случается. Ну ты хорош, конечно. Minecraft Dungeons получил новое дополнение. Финальное, если так можно выразиться, это DLC завершало всю арку событий, которая была предоставлена в оригинальной версии игры. И это дополнение получило название Эхо Пустоты. И, как полагается, все события... Ну финальное, наверное, только для этого года, я так понимаю, да? Добытия приводили к тому, что нужно было добраться до Мира Края и завершить игру. К слову, я до сих пор в это и... А, все-таки значит она не онлайновая, да? А, она пользовательская, раз завершить ее можно. Последующее дополнение я не играл. Нужно наверстать упущенное. Но сразу скажу, это финал официального сюжета. Много еще впереди. Как вы знаете, сейчас идет тенденция минимализма. А Моженк пытается идти в ногу со временем, поэтому они немного изменили логотип франшизы. Именно франшизы. То есть у каждого издания остался свой стиль. Переживать не стоит. Новый логотип не имеет трещин, и он очень минималистичен. В нем нет гради... Да он и так был миним... Минималистичен, это же Майнкрафт. Увидеть его можно на официальном сайте Майнкрафта. К разработке Майнкрафта наконец-то вернулся один из самых старых... Почему он на голове ходит? Не, ну на самом деле это правильное решение. Нужно пойти отдохнуть, чтобы у тебя появилось какое-то... В это время он, кстати, активно стримил на своем твич-канале, но в Майнкрафт играл крайне редко. В основном в хайповые игры. Тем временем вышла еще одна книга Майнкрафт. Отряд мобов от Далилы Доусон. В книге рассказывают о приключениях девушки по имени Мел и ее друзьях. Они живут в милом городе, где ничего не происходит. Но в один момент в город прибирается мистический моб, который хочет навредить деревню. Поэтому Мел и ее друзья отправляются на поиски ответов, как победить этого моба. Книга опять доступна только на английском языке. Ну, я думаю, в любом случае скоро будет на русском. Сто процентов. Потому что Майнкрафт все-таки известная франжиза. Думаю, какое-нибудь издательство, типа, Эксма выкупит права и напечатывает эту книжку. Впервые за 12 лет существования Майнкрафта игра появилась в Steam. Нет, это не Джава Майнкрафта, а только Майнкрафт Данженс. Цена обычного издания 1229 рублей, а максимального 2479. А сколько в Иксбоксе стоит, интересно? Ну, напишите в комментариях, если вы знаете. Как вы относитесь к такому повороту событий? Если стоят 100 каши, либо дешевле, я только за. А если дороже, то нафига. Пришелся Майнкон, и как это уже принято, нам показали, за кого мы можем голосовать. В этот раз было голосование за мобов. Светлячок, который будет показывать темные участки местности, на которых может появиться враждебный моб Элэй, который будет собирать блоки или предметы, которые вы ему скажете, и Медный Голем, моб, которого может создать игрок. Он будет рандомно нажимать на медные кнопки и превращаться в статую. В этом году Майнкон был очень интересным, и, как всегда, очень быстро закончился. Нам показали тему следующего обновления. Это будет обновление дикой природы, в котором добавят подземные города, в которых будет обитать Варден, все скалк-блоки, новые биомангровые рощи, и еще манга. Много чего. Советую вам посмотреть отдельный ролик про это событие. Ссылку я прикрепил. К слову, в голосовании за моба победил Элэй. Все, кто давно хотел, чтобы можно было запускать все игры из лаунчера Майнкрафта, наконец-то могут это сделать, ведь вышел специальный лаунчер, в котором... Что, раньше не было такого? По-моему, это очень логичное решение, нет? Можно запускать Dungeons, Java и Bedrock версии. Как и планировалось, разработчики вовремя выпустили вторую часть обновления пещеры Скала 1.18, чего-то кардинально нового в эту версию не добавили, кроме как генерации. Единственный новый предмет — это пластинка. К слову, в это обновление также добавили новый саундтрек. Чтобы больше узнать про это обновление, я советую посмотреть отдельный ролик. Он вам понравится. Насколько я знаю, мы смотрели этот видос. Если нет, то напишите в комментариях, может быть, глянем даже. Потому что я как раз играю в Майнкрафт 18. Но, по-моему, мы его смотрели. Вы, скорее всего, не поверите, но вышла еще одна новелла. Не, на самом деле, я поверю, потому что такая знаменитая франшиза, мне кажется, вообще должно быть гораздо больше книг выходить, а не 4 в год всего. Крафт испытания Хейвена от Суи Дэвис. В книге рассказывается про девочку Сесси. Например, у того же самого Вархаммер в, блин, книг выходит просто гребное количество. Это, я так понимаю, какой-то лид РПГ, да? Ну, по крайней мере, по описанию. Дело в том, что издательство АСТ, которое до этого... А, все-таки АСТ, а не Эксмо. Ну, какая разница? Это практически одно и то же. В это время не приводило и выпускало книги по Майнкрафту больше... А, так, будут ли еще официально выпускаться на добрый день выход новых книг в серии пока не планируется? Хм. Блин, на самом деле, очень странно, но почему, непонятно. Потому что у нас в Майнкрафте очень много игроков. Почему тогда они книги не покупают? Денег, видимо, походу, нет. Ну, очень странно, кстати. ...больше не будет этого делать. Причин, к сожалению, я не знаю. Мне их не сообщили. Ну, причина одна. Деньги. Это большое издательство, и их явно не удовлетворили, скорее всего, просто продажи, поэтому решили не выпускать. Что странно, Майнкрафт все-таки популярная, как бы, франшиза. Это очень печально. Если вы читали эти же книги на украинском языке, то издательство Artbooks будет дальше переводить и выпускать новые книги. В феврале следующего года будет доступна новая книга Майнкрафт Путешествия, и вслед за ней через некоторое время затонувший корабль. Книги, которые вышли в этом году... Прикольно, кстати, оформление. И последующие также будут переведены и выпущены. Также разработчики пришли к решению, что будут проводить каждый месяц прямую трансляцию у себя на YouTube-канале, где будут общаться с аудиторией и рассказывать подробности обновлений, и много всего. Первый стрим вышел 9 декабря, и, если честно, был он, мягко говоря, не очень. Скучно, неинтересно, и не было ничего нового. Но следующий стрим... Ну, это первый вид стрим, наверное, первый блинком, как говорится, поэтому дальше, я надеюсь, все будет нормально. Должен быть крутым, ведь нам расскажут про Вардена как с 1.19, разработчики решили выпустить в первую бету для Бедрока. Снэпшота не было, но сама бета очень прикольная. В ней добавили лягушек, головастиков и их яйца. И много чего. Советую также посмотреть отдельный ролик. Ссылку я прикрепил. Очень приятная новость для меня и большинства игроков. Ведь стартовал второй сезон прекрасного сервера Envil. Каждый желающий может купить себе билет на сервер за 600 рублей. Сервер приватный, в нем есть много чего крутого. NPC. Я думал, сервера бесплатные, по большей части. Оказывается, еще и платные есть. Окей, я просто не шарю за сервера, никогда не играл. И покупки кастомных предметов. И все это ванильный Майнкрафт без модов. Ссылку на Envil оставил в описании. Можете также посмотреть отдельный ролик про этот сервер, чтобы узнать больше информации. Еще одна победа в копилку Майнкрафта это целый триллион просмотров. Триллион просмотров на Ютубе по майну. Нифига себе. Походу, мне пора делать ролики по майну. Правда, я не знаю, что мне там снимать. Это первая игра в мире, которая за свое существование собрала столько просмотров. Ну, потому что там миллиард роликов просто выходит постоянно. Уже привнес 520 миллионов просмотров. Это, конечно, не так много в масштабах. 520 миллионов, это все равно дофига. 5 триллиона, но все равно достижение очень крутое. В этом также есть и ваша заслуга. Большое спасибо. После этого в мире Майнкрафта был полный штиль. Ничего нового и ничего интересного не происходило. Разработчики ушли на заслуженный отдых. Много чего в этом году происходило. Были приятные и не очень моменты, но все позади. Как показал небольшой опрос, который я проводил у себя. Так, уже вышли. Как вы считаете, правильно ли поступили разработчики, разделив его на 2-0? Я в триллион-канале, ссылка на который есть в описании. Решение о разделении обновлений на две части было правильным. А тот хейт, который был в самом начале после публикации новости, скорее просто реакция на шокирующую новость. Да потому что люди всегда сначала воспринимают всякие такие вот новшества в штыки, как, например, микроблог ВКонтакте. Дуру, верни стену! А потом все-таки... О, да это же удобно! Ну, частенько такое бывает. Также был сложным для меня, но я не вешаю носа, что, собственно, желаю и вам. Побольше крепкого здоровья, цените близких и ведите себя хорошо, чтобы Дед Мороз принес подарок. Будем делать круто и покажем всем, что такое качественный контент. С наступающим новым 2022 годом! Меня зовут Неркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. И еще услышимся! Блин, знаете, я почему-то всегда думал, ну, когда начал Неркина смотреть, то, что Майнкрафт открыть это какой-то, типа, фестиваль, либо событие. Это, оказывается, он просто вписывает Майнкрафт открытие в название, чтобы показать, типа, мы что-то открываем новое в Майнкрафте, да? Или бы я путаю. Немножко, короче, запутался старик. Напишите, пожалуйста, в комментариях, разъясните мне, что такое Майнкрафт открытие. Я что-то торможу. Честно, торможу, не понимаю. Спасибо большое, будет вам благодарность. Благодарность из меня, вот. Ролик получился очень интересным, очень познавательным. Я, как человек, которому начинает нравиться Майнкрафт, прям получил удовольствие от этого, от этого видоса с хронологией событий. Спасибо большое Неркину за него. Если вам понравилась моя реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.